Долгожданное и очень важное событие. Освящение Свято-Троицкого кафедрального собора в Сургуте, которое провел патриарх Сеяруси Кирилл, собрались более трех тысяч верующих. Официально в этот день храм получил статус кафедральный. Репортаж Светланы Круковской. Великое освящение Свято-Троицкого кафедрального собора в Сургуте совершает святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он лично богословил это место под строительство храма 10 лет назад. Освящаются три престола. Центральный в честь Святой Троицы, Южный в честь праведных Симеона и Анны Пророчицы, Северный в честь мученицы Галины. Теперь Свято-Троицкий кафедральный собор – особое место для православных. Официально ему присвоен статус кафедрального. Долгожданное и очень важное событие для верующих. На предание святости храму собрались более трех тысяч человек. В том числе на освящение приехали губернатор Югры Наталья Комарова и полномочный представитель президента страны в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Вижу свой народ, который в молитве объединяется под сенью этого святого храма. Все это свидетельствует о больших трудах, которые и владыка митрополит совершает здесь вместе с духовенством, с благочестивым монашеством. Но это все также является и результатом ваших общих молитв. Свято-Троицкий кафедральный собор – самый большой православный храм в Сургуте. Его возводили больше пяти лет на пожертвования верующих, помогали строительстве и городообразующие предприятия. Высота храма от пола до самой высокой точки составляет 40 метров. Внутри он расписан сотнями образов из библейских сюжетов. На месте центрального купола в сиде житель с архангелами. Свято-Троица вновь покрывает Сургут, как и два века назад. Свято-Троицкий храм раньше уже существовал в городе Сургуте. С 1795 года его снесли в 30-х годах прошлого века при советской власти. На тот момент это было единственное каменное здание в городе Сургуте. Строительство Троицкого кафедрального собора – это своего рода дань памяти истории города. Историческая справедливость восторжествовала, уверены православные. Возрожден он в новом уникальном облике, выполнен в византийском стиле. Снаружи окрашен в небесно-голубой цвет. Его венчают 9 колоколов и 13 ярко-синих глав. Мы крестными ходами каждую троицу ходили. Я свято-георгиевская прихожанка свято-георгиевского храма. И мы оттуда-сюда ходили, здесь молились. И сейчас можно в этом храме красиво молиться. Я по себе просто простой человек. Я даже не надеялась, что сегодня в церковь попаду. Оказывается, к этому событию может самый простой человек прикоснуться. И вот к этому чуду почувствовать на себе. В фреймовом комплексе будет работать и воскресная школа. Здесь отведено место для конференц-зала. На нижних этажах расположен паркинг. Светлана Круковская, Рашид Латыпов. Вести Югурья. Сургут.